Здарова, бродяги! Гильдка в здании. Настало время охуительных ГВ. Да, я поймал наконец-то заевачую гильдию. Это Афтермасс гильдия, я так понимаю, такая же есть на Азии, но, насколько я понимаю, там она слабая. И часть её вообще этой гильдии ушла сюда. То есть поначалу эта гильдия была полное говно вообще, абсолютно никак не конкурентоспособна, и мёртвая гильдия, можно сказать, была. Я вообще даже как бы в расчёты никогда не брал какую-то гильдию. Но потом в какой-то момент они начали лутать просто хуеву тучу первородок. Даже скажу так, ту его хучу. Первородок. И они стали скупать аккаунты там, то есть они купили аккаунт Ренгара. Вот аккаунт Пипа сюда ушёл, хотя это не Пип играть, я не знаю, к чему этот человек не меняет ник. Потом у кого Тайга, это из РСов М был такой, чувак Материя, который, это его аккаунт. Он вроде как его выкупил, я не знаю, там как-то, или киданул на бабки, хуй его знает, ничего удивительного. Ёбаные фашисты. Ну я знаю, что он фашист, поэтому как бы ничего удивительного. Наверняка он киданул на бабки. Они начали выбивать кучу первородок, там Софи, там вот эта Пата как бы. Ну у Паты не сильно много, но вот у Софи, допустим, вообще жёстко. Спичи там тоже у него жёсткие первородки. И на данный момент это, по моему мнению, это самая активная гильдия на сервере. Я не могу сказать, что она самая сильная, но потому что у них народ как бы в целом, если взять сильный и активный, но, как сказать, у них нет ярко выраженного такого как, блядь, такого лидера, как бы такого ярко выраженного человека, который, как бы, очень такой жёсткий запак имеет по рунам, по мобам. То есть, у Софи есть лютые руны, да, например. Но я так понимаю, она не особо в игре шарит. И у неё не хватает там ключевых мобов. И также там остальные, там этот Спичи, это вообще еблан. Это человек, у которого есть писамана, он его в Death не ставит. Как бы там Джонни Браво, это там, или кто там Джонни, Джонни Бро, или как Джонни Бой, нахуй, там, вот этот их, где он? Джонни Браво, да. Джонни Бой, короче, будешь. Он там тоже какой-то тупенький. Но в целом, как бы, это охуенная гильдия. И, ну вот, смотрите, у них самый слабый чувак, это один рубин. Самый слабый чувак. И при желании он мог бы взять два рубина. Блин, Zero Rate Invited. Фак. Вот, допустим, GodKing, это тоже купленный аккаунт. Это аккаунт, блядь, честь, это аккаунт. Это аккаунт Examon'a. Если я ничего не путаю, это аккаунт Examon'a. Это хороший аккаунт, но на нём играет даун. То есть Examon, Изи брал G3, вообще Изи. И, как бы, был такой угрозой. То есть в топ-3, в топ-5 попадал такой. Достаточно, как сказать, у него аккаунт на этот уровень не был рассчитан. То есть там не было Examon'a. Там, какой знает, там не было Zairos'a, насколько я помню. Сейчас, наверное, уже появился. Там до какого-то времени Berna не было, потом только Berna появилась. То есть это был обычный аккаунт, но чувак, как бы, на нём играл жёстко. И дебилыш какой, который купил этот аккаунт, он сидит в G2 и ничего сделать не может. То есть, ну, вот они накупили аккаунты, но покупают в основном порывы среди них. Но, тем не менее, как бы, они активны, это важно. То есть они реально играют постоянно арену, они постоянно играют белые. Поэтому это сильная гильдия сейчас. И, скажем так, достаточно очень конкурентоспособная. Давайте прикинем, давайте, короче, нападём на тех, от кого наши больше убились. Сейчас посмотрим, на кого больше всего примерно. Примерно, а на кого. Так, Тайга, Дроу, Софи, Дроу. XLM, PNR. Блядь, все образно дробуются. Куан. Так, пока что все разные. Эрик. Куан опять. Куан вообще плюс 0, по-моему, нахуй, я не буду звонить. Вот, Тайга, короче, два раза. Джонни бой. Так, Пата. Софи два раза уже, Софи была. Софи три раза, но Софи, короче, точно бахнем. Софи плюс 2, насколько я помню. Ну, Тайгу бахнем, бахнем Софи и кого-нибудь ещё. Так. Ох ты, панда с этим внизу. Так, ладно. Блядь, какая реклама. Алло, у меня там какой-то кофе. Создай свой вкус. Алло, Ютуб, попомнись. Ты что творишь? Наверху что? Ну, кстати, тяжёлые комбинации. Что сверху, что снизу для меня неудобные. В принципе, вверх. Я примерно понимаю, чем бить, но, блядь, мне там, мне либо там, либо там русалка или хлоя нужны. Но хлоя голима как-то. Ну, блядь, я не знаю. Нижний, в принципе, можно с архом попробовать. Вверх, короче, я хочу через перную русалку убить. Должно получиться. Перная русалка. Вот это должно легко выиграть. А с нижним сложнее всё намного. Да не, верхний тоже тяжёлый, на самом деле. Как по мне, верхний сложный деф. Так, а снизу... Ну, есть, короче, одна безотказная тактика. Есть одна охуительно безотказная тактика. Это взять... Часун. И с Часун вообще, короче, типа, жёстко. Ну, панда, блин, панда задрочит моего Теомарса тупого. Она его пиздец как задрочит. Короче, мне нужно за два хода убить его ново-термоса. Как, блядь, это сделать? Не, ну я убью его за два хода, окей, это не проблема. А потом, потом, чё делать с пандой? Как бы термос против панды вообще не играет. Она его так унижает, это просто пиздец. Ну, похуй, я думаю, всё равно прокатит. Я думаю, прокатит. Так. Поехали, похуй вообще. Я думал, зал героев будет на этой неделе, я проебланил, короче. Я не знаю, он будет не на этой неделе. Так, чё, раскол, да? Нет, просто крест. Похуй. Так, а кого мы будем убивать? Первый будет убивать первого, я думаю. Будет проще всего. Если бы раскол повесился, это было бы проще. Я хочу убивать её, потому что она не хилится. Сейчас я отвечу ему быстренько. Да, блин, чё она раскол не вешает? Ладно, вешать на себя антихрень эту. Так, пока всё круто. Пока вот так сделаем. Зиро, сука, меня троллит. Вообще надо было ретиш обидеть. Ретиш худой оказался на самом деле. На удивление. Вот крест меня вообще напрягает, то, что крест есть на планде. Это не круто. Да, ретиш там никакой. Ретиш вообще дохленький какой-то оказался. Обычно просто, ну то есть, вообще в идеале, да, то есть, это, вот этот деф, это сейчас самый популярный корейский деф на Корее. Ну, как самый популярный, стандартный, это считается стандартный деф у них, типа того. И там комбинация такая, что идёт Вайлент, Танка, Орион, да, то есть, достаточно плотный в идеале Вайлент, Орион. Идёт очень жирный ретиш, которого очень трудно убить, то есть, такой тысяча от 50 хп, очень такой плотный ретиш. И при этом идёт плотная перна. И это, наверное, очень жёсткий деф, но у нас не совсем всё так происходит. Происходит, в особенности по рунам. Так, охуенно, охуительно. Что на меня раскол сразу лёг, это просто опиздительно. Вот так делаем. Ну, в принципе, нормально, нормально. Пока всё хорошо. Ну, как хорошо, не очень, могло быть и лучше, но... Хилимся, живём. Дебаать. Ой, коллапс. Только не крит, только не только крит. Охуенно. Блин, а это мразь, короче, она хилит ракона. Блин, а панда ракона хилит и хули делит. Вот это жёсткая комбо, кстати. Сюда Теомарса не взять. Мне каким-то образом надо, короче, убивать панду. Вопрос только, блядь, каким. Я даже не знаю, если честно. Ну, хуй знаю. Ну, пробуем, чё. Чё ещё делать? Блин, это панда в дисплеере. Это за тупок у него панда в дисплеере. Так, ну, хотя бы вот так делаем. Хилит себя. Панда очень, очень больно бьёт. Пиздец, коллапс. Вот это, вот это просто провал был сейчас. Вот это сейчас был просто гиперпровал, блядь. Ох, охуеть, как повезло. Охуеть, как повезло. Просто пиздец. Чё творить, ракан? Коллапс снова. Так, ну мы пока в говне. Давай, не провокай. Блин, провок, фак. Так, ну надо резать Тео, это точно. То есть, без Часун я выиграю, а вот без Тео я точно не выиграю. Хилит себя. Блядь, пиздец, вот это жёсткая комба на самом деле. Я вот как-то чё-то об этом не думал. Про то, что ракан... Тео здесь вообще ни о чём. Вот в его дефе Тео это просто минус один. Это полное говно. Тео там вообще никак не играет. Любой, любой жиробас сыграл бы лучше. Абсолютно любой. Ну, говорю, это просто там люди-то тупые у них. Просто перворода куча. Так, Софию мы бить хотели. Я точно помню, что Софию. И тут деф такой мерзкий тоже на самом деле. Блядь, а вот то, что я Часун потерял... Это нехорошо. Это, блядь, не круто. Так, мне панда внизу нужна, это 100%. Ну, вот так вот, да, да. Вот таким дефом я могу пойти вниз. Вот таким багом. А наверх мне что-то на подстраховку нужно такое. Какое даже, я не знаю. Что-то, что поможет убить, и что будет при этом жирное. Блядь, не знаю. Я с Оливией не пробовал. А с кем можно попробовать? Можно русалку светлую взять. Типа, законтрить. У него хила-то немного, на самом деле. У нее. София, эта девушка. У нее хила, как бы, на самом деле, немного. Я думаю, кого можно взять. Надо кого-то взять, кто не сдохнет. Просто так. Там русалка в Немезисе, за люшинить ее не получится. Я этот прикол уже знаю. То есть, в Диале, такой деф можно люшинить, типа. Я думаю, с русалкой, типа, медленно, но верно, месить глину. А нижний, что? Нам, короче, нужно убить Иона. Рокан минус один, он ничего не делает. А потом просто, как бы, медленно, но заковырять Визада. И все. Все в эмуне вообще плохое. Да, да, все нормально должно быть. Верхний самый проблемный. Там Тео, если 500 раз прокнет, там может быть проблема. Но на этот случай там русалка. Так что, и это Тео, я не знаю, он с ревенжем или нет. Самое страшное Тео, это в ревенж-рунах. Так, у него хп не сильно много. Да, это в ревенж-рунах Тео. Все правильно, как у меня. Мне больше всего нравится Тео в ревенж-рунах. Конечно, там иммун это круто, но ревенж-руны на Тео для меня это святое. Столько раз это меняло ход игры. Именно вот эти ревенж-руны. У русалки мало хила у Ионы. Проблема русалки, так как у меня есть своя русалка, я прекрасно знаю, что очень большая проблема, когда ты играешь с русалкой, в том, что у тебя ни хрена нет хила. Блядь, а сколько ты будешь станеть меня, алло? Ты же долбал, пиздец. Он три раза, три раза, не, он два раза застанел термоса, два. И застанел русалку и арха. Блядь, там какой-то хладом просто на стероидах, что ли, не понимаю. Что это Тео, каждый ход ревенж-рунжет. Что-то я чувствую, что он пиздой накроется в этом заходе. Так, надо резнуться срочно. Себя подхиливаем. И опять стан. Вот это просто, что происходит вообще, я не понимаю. Блядь, а нахильну. Еще одна жизнь у термоса есть. Я опять стан. Хладом просто, я не знаю, что происходит, просто я не понимаю, что происходит. Каждый ход, каждый ход абсолютно у меня кто-то в стане. Каждый гребаный ход. Стан? Нет. Вот это, по-моему, первый ход, когда этот уебан не застанет. Это первый ход. Пиздец вообще, что творится. Тут вообще рандом не на моей стороне явно в этом бою, блядь. А что она не в Немезисе? Она в Немезисе была. Тусалка у нее. А, в Немезисе сработала. Я мало ударил просто. Я понял. Так. Я знал, что ты реестнешь его, овца оконченная. Я готов к этой хуйни был. И он ревенжил. Он ревенжил, сука, перед смертью. Но в чем был рандом на моей стороне, это в том, что русалка кучу раз дала гланс. Вот в этом да. В этом, как бы, все было на моей стороне. В этом мне повезло. Шилдуемся. Отправляем Киона в Чикаго. Но следующим ходом похуй. Это не важно. Бьем Вирада просто в тупую. Так. Блин, как мне понравился дефвер от Панда. Ой, в смысле Панда Аракан. Вообще круто. Просто круто. Это нечто, реально. Надо захилить верно. Да, алё, хорай прокать. Ну, бля, он каждый ход коллапс делает. Что за бабуиня? Вы видите эту хуйню? Или что происходит-то, алё? Так. Ну, всё, лежать боятся, деньги не прятать. Кто не в курсе, у Софии 300 с чем-то спида Бернард там. 310, что ли, или сколько-то там. Это пиздец вообще у этой. У этой девки там вообще просто чумачей-чебернард. Так. Нам нужно единичку найти кого-то интересного. Куан, это полный был боюб. Забейте. Так. Лорен. Аномальный. Более-менее. Эрик или Бао. А не, Элдрон или Бао. Ну, Лорен вот типа более-менее. И аномальный типа более-менее. Это стандартный. Вот этот слева пак. Я не знаю почему, но он очень популярный на Корее. Видимо, у тех, у кого нет хорошего дефа, ну, допустим, есть чего, они ставят вот такой пак. Не, я как бы, я понимаю, почему он популярный. Я понимаю, то есть, как это работает. То есть, у тебя нет нормального дефа, но вот этот деф при правильных рунах, допустим, вот, ну, просто вот на бумаге, да, Чиву, допустим, 215 спит, да, Чиву. Теамарс, допустим, Часун, при этом 210, да, спит Часун. И Теамарс, допустим, 207 спит до Теамарс. И ты делаешь просто вот такой спит-тюнинг, да, и получается, что Чиву ход, если трипл стам, это залог успеха все по-любому, то есть, тут шанс у тебя на победу прям очень неплохой, если Чиву делает трипл стам. И, то есть, делает Чиву ход, потом Часун делает баф, и Тео делает ход. И, то есть, если Тео первым ходом ломает броню и тут же прокает, он имеет шанс убить. То есть, я понимаю, как этот деф работает, но если этого не случается, то дальше идет проигрыш. Чаще всего. И, видимо, когда у тебя нет хорошего дефа, вот этот деф, он типа актуальный получается. За счет вот, если у тебя правильный, правильный спит-тюнинг, да, это называется, вот этот спит-тюнинг, когда у тебя мобы хорошо подогнаны, получается прикольно. Ох, нихуя, вот это нижний перна. А, ну, не, лайка перна, это не та комбо. Я сначала подумаю, это жестко. Короче, запишем или его, или его, я не знаю, кого лучше. Давайте вот это запишем, типа вот этот верхний деф. А кого лучше взять и куда? Ну, в принципе, так, надо подумать, надо подумать. Верхний я могу так же оставить, то есть вот верхний я могу вот это все взять, потому что сейчас он мертвое. Я могу и панду, в принципе, наверх взять, но с русалкой, как по мне, лучше получится. Так, вопрос в том, что мы можем взять вниз. Почему у меня сенсор залагал, алё? Почему у меня сенсор лагает? Так. Я ему хочу надеть, одеть, если у меня вайлент найдется, надо поискать, на смене будет. Потому что киллеры с деф-бафом прям вообще самое то. Блин, ну тут вот с бафами и тига лима здесь, это джуна ебаная. Так. Давайте подумать, а если я схожу хорус в коппер? Я, кстати, выиграю, если я пойду хорус плюс коппер. Да, я выиграю. А как он, блядь, меня убивать будет? Да, изи. Да, вообще нормально будет. Ну, типа я уебу ей, и мы просто басотой будем бить обезьяну, и потом басотой будем бить джуну. Ну, го! Го, посмотрим. Ну-ка. Так, вот ходит Чиву, ходит Часун, и ходит Теомарс. Ну, как видите, если бы он сделал Вайленд, он бы моего Тео вышиб в эндур. Так. Почти. Ну, я выбиваю с него эндур. Ну, у него Чиву, во-первых, зафейлил сильно, потому что он ничего не дал. он третий скилл не дал. Блин, не прокнул Крит. Два раза гланс. Пиздец. Так. Это в Тео, но это понятно. Блядь, у меня кукушка выбили. Надо давать шилд. И идет Мацуха, да, его убьют. Ну, похуй, я его резну. То есть, как на бумаге этот деф работает, я понимаю, но на деле, неужели, как бы, это часто получается. То есть, вот то, что я описал, типа, Чиву, ау, е, со всех, да, снимает, что, в принципе, тоже происходит иногда, как бы, ничего он не снимет, просто. Может, может, нихуя не повезти. Как-то не знаю, короче. Мне вот этот деф совсем не нравится, но на Корее прям много людей выюзывает, прям реально много. Я видел где-то, насколько я видел разных, примерно, 8 ГВ с разными гильдиями. И примерно, я не знаю, ну человек 10-12 я точно с таким дефом видел. И то есть, я не совсем догоняю, как это все должно в идеале работать. То есть, ну вот я единственную картину вижу, вот то, как я описал, то есть, типа, идет прок, и все, и за счет этого они выигрывают. То есть, типа, чего? Ауе снял, в идеале, кого-то застанил, и дальше, типа, все, поиграно. Типа, Теомарс 2 прока, кто-то умер. В принципе, не знаю, ну раз ставят, наверное, это как-то работает. Так, но шансов, что новель выживет от копера, очень мало. Очень мало. Ну, как бы, да. То, что Джунас меня сняла бафы, вообще пофигу. Это, как бы, ничего не значит, хотя к оперу пиздец пришел. Но у него нет хила, а панда это панда. Панда 1 на 1 легко убьет Джуну. Ну и панда вообще достаточно мерзкая 1 на 1, 2 на 1 даже. Легко может получиться так, что панда в двоих может выиграть. А нет, сейчас Джуна стрипать будет скоро. Сейчас или на следующем ходу. Нет, не стрипнула. Я пока не буду баф юзать. Да, вот. Пошел стрипт. Так, ну и погнали. И в чем преимущество панды? То есть мне очень сильно нравится вот эта штука. То, что панда бьет мультихитом. И то, что она бьет огонь, это зачастую вообще никакая не помеха. Один из трех ударов он все равно проходит не гланцем, а то и зачастую два или все три удара. они проходят не гланцем. И дамаг все равно такой чувствительный влетает. То есть там, допустим, заперну, когда бьешь водяного монстра, да, там бах-бах в раскол, да, бах всего три тысячи, да. Хотя могло там быть вообще очень много. Типа гланцы, все. А за панду ты прыгаешь, прыгаешь на чувака, и как бы там по три удара делаешь. Первый там удар тысяча, там второй удар, там, допустим, две семьсот, да, третий удар, там, опять тысяча. И суммарно урон-то летит не хуёвый. Даже если гланцы летят, все равно как бы урон прилетает. Это прикольно. Это очень сильно решает за панду. Так, тестю другой деф. Так, полная хуйня. Мяч. Мяч свободен. А зачем я поставил мячика плюс термоса? Я что-то вообще не понял, нахуй я это сделал. В чём была идея? Неясно. Неясно. Так, где галеон? Где галеон? Так, да. С галеоном лучше это всё работает. Ну так себе. Что-то на этой неделе результаты ГВ меня не впечатляют. Мои гильдейские в принципе тоже, но мой результат мне тоже не нравится. Короче, надеюсь, не знаю, кому-то понравилось ГВшка, кому-то не понравилось. Я думал, что я проебу, скорее всего, но получилось, как получилось. Что следующее я запишу, не знаю. Заебали этот хард восьмидесятый просить. Может, восьмидесятый хард запишу. А так, девяносто третий хард идите нахуй. Я его уже записывал, сука, раза четыре. Причём, во всяких разных вариациях, блядь. Я уже, я уже все башни, блядь, записал, чё там только может быть. Вот восьмидесятый хард я ещё не записывал. там Силия, по-моему, босс или кто-то, или не помню, кто там босс. Чё-то такое. Вот это говно я вроде не записывал, может, его запишу. А так, ещё зал героев хочу записать. Посмотрим. В общем, всем спасибо, всем пока. Всем пока.